Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Челна ТВ в студии Альмира Гайнуйдиновой. И мы начинаем! Розы, хризантемы или астры? Какие цветы выбирают родители для своих детей в новом учебном году? Подробнее в сюжете Анастасии Крюковой. Бесплатную парковку возле ГЦДТ хотят сделать платной. К нам обратились жалобы. Подробнее в сюжете Яна Вальдю. Для перевозки раненых военнослужащих и выполнения боевых задач военнослужащему с позывным «Росток» вручили автомобиль. С бойцом пообщалась Альмира Гайнуйдинова. Изящное выступление на воде. Синхронистки из города Донецк выступили перед мэром города. Подробнее о сериале Христины Балабановой. До начала нового учебного года остаются считанные дни. В Челнах активно ведется подготовка школ. Напомню, в этом году в городе появятся два центра образования на 1500 одного ученика и один детский сад на 340 мест. К тому же в ряде образовательных учреждений провели капитальный ремонт. Сегодня об этом во время делового понедельника сообщил мэр города Наиль Магдеев. Завозят учебники, последние штрихи, расставляют мебель. Школы готовые, прекрасные, современные. Каждая школа 2,5 миллиарда рублей. Каждое ученическое место обошлось государству 1 миллион 900 тысяч рублей. Планируется, что в ближайшие годы поэтапно отремонтируют 59 детсадов и 16 школ. Также во время аппаратного совещания Наиль Магдеев сообщил, что в школах больше не потребуется согласие родителей на привлечение детей к труду. Это связано с изменениями в федеральном законе. По словам мэра города, ребят нужно с детства приобщать к общественно полезному труду. Жаркая пора настала и для флористов. Они уже готовятся к осеннему ажиотажу. Какие цветы купить, когда лучше всего запланировать покупку, чтобы не остаться на 1 сентября с пустыми руками, расскажет корреспондент Анастасия Крюкова. Радмир Хайрулин заранее позаботился о букете. Мальчик вместе со своей старшей сестрой выбирает цветы, чтобы узнать, в какую сумму обойдется подарок учителям. Я тоже розы, наверное, буду учителю новому покупать. Я в школу другую перехожу. Наверное, очень много цветов буду, чтобы учитель порадовался. Подготовка ко дню знаний в цветочных магазинах города уже началась. Флористы за несколько месяцев заказали розы и хризантемы, которые из года в год пользуются спросом среди покупателей. Чаще берут композиции, берут букетики недорогие, например, розы с хризантемами, кустовые розы, гортензии берут. Стандартные розы, хризантемы, то есть как бы классика. Мы обычно приобретаем букет отдельно от всего класса, один большой, либо каждый приносит, допустим, по одной розе, чтобы из этого собрать один красивый букет. Покупать цветы к 1 сентября предпочитают заранее и в цветочных магазинах. Также родители уже сейчас отмечают подорожание на несколько видов растений. Прогнозируют повышение цен примерно на 10-13%. Диапазон цен сместился с отметки от 200 до 400 рублей до значений от 300 до 500 рублей за букет. Мы уже привыкли к тому, что осенью у нас все дорожает. А тем более сейчас прошла засуха по Татарстану. Дачники уже это заметили на своих цветах, которые на огороде. Транспортные расходы достаточно дорогие, но и курс доллара. Тут как бы все вместе. Специалисты цветочного бизнеса советуют не затягивать с покупкой подарка учителю и заказывать букеты заранее, дабы не остаться с пустыми руками. Анастасия Крюкова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. Бесплатную парковку хотят сделать платной. О проблеме нехватки парковочных мест рассказали жители 22-го комплекса. С наступлением учебного года этот вопрос звучит особо остро, ведь именно в этом районе сосредоточены два учреждения дополнительного образования. Городской дворец творчества детей и молодежи и 6-я детская музыкальная школа. На местной автостоянке всегда будет коллапс и эта учелница. О решении проблемы Яна Вальдю. Еще не наступил учебный год, а мест на стоянке уже не так много. Жители 22-го комплекса обеспокоены еще и безопасностью своих детей. Ведь если парковка возле городского дворца творчества детей и молодежи станет платной, то многие автолюбители начнут оставлять свои машины возле близлежащих домов. Кроме того, строители убирают еще и газон, что вызывает недовольство челнинцев. У меня внук посещает музыкальную школу. Он ходит 4 раза в неделю. И я не представляю, как он будет отсюда выходить и как он будет передвигаться. Потому что это будет проезжая часть. Учитывая то, что здесь не только ГЦДТ, а еще и музыкальная школа, плюс здесь у нас еще есть ледовый дворец, где в сезон тоже у нас ставятся машины на этой парковке и на том в том числе, то это будет коллапс. В городском дворце творчества детей и молодежи часто проводятся большие мероприятия. Дети приезжают на соревнования и концерты со всей республики. В такие дни вся парковка заставлена автобусами. И простым автолюбителям негде оставить машину. Да, частые проблемы с парковкой. Много родителей приезжают на машинах, которые забирают своих детей с музыкальной школы, с городского дворца творчества, мест не хватает. Очень часто приходилось ставить машину именно туда, на эту парковку. Сейчас вот только я узнал от вас, что она будет платная. Мое мнение отрицательное. Как бы не на том зарабатывают. Можно в городе найти другие источники дохода, а место оставить для педагогов и родителей, которые привозят детей. В городском дворце творчества детей и молодежи обещали, что мнение родителей и воспитанников выслушают. Учебный год не начали мы еще. Родительские собрания будем проводить. И все жалобы родителей мы услышим. И найдем решение всех вопросов, которые они нам зададут. Родители не готовы платить за парковку. И считают, что места для ожидания детей и занятий должны быть бесплатные. Яна Вальдюк, Кирилл Хабзей. Новости Челны ТВ. Спасая жизни, челнинские военнослужащие с позывным «Росток» эвакуируют раненых бойцов. Мужчина приехал в короткосрочный отпуск в родной город, где ему вручили внедорожник. Автомобиль приобрели для него предприниматели. О том, для чего будет использована Нива, Росток рассказал в нашей съемочной группе. Военнослужащий с позывным «Росток» служит в медицинской роте. Рискот своей жизни мужчины вместе с командой эвакуируют раненых. Как признается челнинец, главное для него – оказать помощь. А вот лид спасенных не запоминает. Но некоторые сами находят его. Начинаем уже дружить, поддерживать друг друга. Есть такие ребята, которые по сей день продолжаем общение. То есть после эвакуации есть ребята уже, которые не вернулись, а комиссовались. А в России общаются. Когда сюда приехал в отпуск, узнали об этом. Были те, которые приехали, навестили, посидели, пообщались. До мобилизации Росток был предпринимателем. Когда получил повестку, то закрыл свое дело. Пошел в военкомат и заключил контракт. С декабря прошлого года находится в зоне проведения СВО. По словам мужчины, родные были против его решения. В аргумент он привел только одно – надо защищать родину. Сила дает желание вернуться домой. То есть желание воспитать ребенка, жить, работать уже в мирное время. Пока военнослужащие в отпуске, предприниматели и команда Общероссийского народного фронта купили ему внедорожник. Вот эта Нева, которую вручили челнинскому военнослужащему спецовным Росток, предназначена для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО, а также для перевозки раненых военнослужащих. Машину мы выбирали вместе с военнослужащим. И так получилось, что этот автомобиль вообще полностью готов. Единственное, на нем сейчас поменяем шины и на более грязевые. А в остальном проверили, конечно, машину. Она полностью в исправном состоянии. Во время своего отпуска Росток также испытал машину на прочность. Проездил на ней 500 километров. Автомобиль в отличном состоянии. Скоро военнослужащий отправится на передовую в ней для выполнения боевых задач. Эльмира Гейнудинова, Сергей Вильданов, Новости, Челны ТВ. Он не только защитник Отечества, но и многодетный папа. Речь идет о военнослужащем с позывным татарин. Мужчины вместе с супругой воспитывают семерых детей. Сейчас глава семейства находится в краткосрочном отпуске, и наша съемочная группа отправилась к ним в гости. Семья военнослужащего с позывным татарин не только большая, но и дружная, и, конечно, в приоритете их безопасность. А еще, по словам мужчины, он всегда был патриотом страны. И раз Родина позвала, то принял для себя одно верное решение – пойти и защищать. Поэтому добровольно пошел в зону проведения СВО. Я, как больше всех, заинтересован, так как у меня семья большая. То есть, большая семья, и, соответственно, в защиту своей большой семьи, то есть, все равно это мой святой долг, я считаю. То есть, это настоящий долг отца большого семейства. Родители всегда пример для своих детей. Я вот конкретно, как мужчина, я буду примером уже для своих детей, то есть для своих сыновей. У меня дочки, конечно, старшие очень переживали, плакали, когда я уезжал. Старшие дочки плакали, но понимали, что это долг их папы. Жена военнослужащего с позывным «Татарин» также изначально была против его решения, но позже приняла его выбор и поддержала мужа во всем. Я сначала, раз, два, когда он предлагал, он сначала предложил, я такая, нет, ни в каком. Потом через месяц, что ли, через пару месяцев опять, я говорю, нет. Потом опять, я такая, так, думаю, раз ты, говорю, настроен на это, думаю, смысла нет, как бы, этот, идти против. Я знаю, что он патриот в этом плане, вот, да. Это весомый аргумент. В семье «Татарина» семеро детей, четверо девочки и трое сыновей. И, как признаются ребята, папа для них пример, на который они стараются равняться. Он – герой. Хочу быть как папа, быть патриотизмом и быть в свою страну. Папа у меня очень хороший и крутой папа, короче. Он очень добрый, заботливый, очень старательный. Он дает нам внимание по выходным. В преддверии дня республики от мэра Челнов на Эльмагдеева семья военнослужащего также получила продуктовый набор. Как отмечает «Татарин», он чувствует поддержку его родных, чувствует ее и сам в зоне проведения своего, куда он скоро вернется. А близкие военнослужащие уже ждут его возвращения. Он обещал, что вернется живым и здоровым. Эльмира Гаинудинова, Сергей Вильданов, Новости, Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Родсклад «Победа». Сухарики со вкусом ветчины и сыра 150 грамм 29 рублей. Напиток газированный «Твинскола» 2 литра 74,90. Требуется супервайзер. Продукция АО «Макфа». Зарплата от 70 тысяч рублей. Телефон 8-965-610-59-19. Требуется начальник отдела качества пищевой промышленности. График работы 5 через 2. Вахта. Зарплата 45 тысяч рублей. Телефон 8-987-181-69-17. Вы смотрите новости и мы продолжаем. В эту среду, 30 августа, в Челнах отметят День Республики и День Города. Сегодня об этом в ходе аппаратного совершения в мэрии рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов. По традиции, 30 августа в Татарстане объявлен нерабочим днем. Как в Автограде планируют отметить праздник, узнала Лилия Гатина. 30 августа в 10 часов утра на проспекте Хасана Туфана начнет свою работу выставка объемных цветочных композиций «Акварель-2023». Для челнинцев и гостей города будет организована ярмарка продажа цветочно-декоративных растений, а также пройдет Всероссийский фестиваль народно-художественных промыслов «Город мастеров». В 11 часов на территории подрома пройдут соревнования «Крэш», а также конно-спортивные соревнования. Также праздничные мероприятия будут организованы на Бульваре энтузиастов и в картинной галерее. Юных челнинцев будет ждать конкурс рисунков на асфальте «Мой Татарстан». В завершение дня запланирована концертная программа на набережной имени Габдуллы Тукая и в Парке Победы. В этом году на Дни города и республики в программе вечера также запланировано, как выступления артистов и творческих коллективов нашего города, так и известных артистов. Народного артиста Республики Татарстан Филюса Кагирова, арт-группы «Хор Турецкого» и рэп-исполнителя «Мот». Планируется, что на праздники будет задействовано более тысячи участников. Нужно обеспечить высокий уровень общественной безопасности, подчеркнул мэр города Наиль Магдеев. Безусловно, сделать все, чтобы жителям и гостям нашего города было бы на празднике комфортно. Безопасно, комфортно. Обеспечить транспортом для вечернего вывоза наших жителей и гостей после мероприятия на праздничном Майдане. Мероприятие завершится в 9 часов вечера праздничным салютом. Лилия Агатина, Кирилл Хабзей, Новости, Чулны ТВ. Чулны продолжают оказывать поддержку жителям ДНР. Так, спортсменам по синхронному плаванию из Донецка Автоград предоставил возможность проводить тренировки. С юными русалками встретился мэр города и наша съемочная группа. Ежедневные тренировки и минимум свободного времени – все это ради красивого номера в воде. Вот только заниматься у себя дома у девушек пока нет возможности. Поэтому юные спортсменки приехали в Чулны на учебно-тренировочный сбор. Тренируемся мы два раза в день по два часа воды и один час зала. Получается у нас тренировка с 8 до 10 вода и час зала после этого. За две недели тренировок синхронистки смогли не только улучшить свои спортивные навыки, но и посмотреть достопримечательности Чулнов. Поскольку мы сейчас периодически выступаем на всероссийских соревнованиях, следовательно спортсменок нужно держать в форме. И вот благодаря мэру города Набережные Чулны мы сюда приехали, где плодотворно провели это время. Мы впервые в Набережных Чулнах и вообще впервые так далеко. Мы больше двух суток к вам добирались. Нам очень нравится. Город прекрасный. Мэр города встретился с синхронистками и вручил им новую спортивную форму. Все расходы по их тренировке, питанию, размещению, пребыванию город взял на себя. Мы считаем это важно – поддержать детей. В скором времени спортсменки планируют принять участие во всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Русская матрешка». Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости Чулна-ТВ. В Чулнах состоялся финал чемпионата России по мотокроссу. Соревнования проходили два дня. За звание лучшего боролись сильнейшие спортсмены со всей России и стран ближнего зарубежья. Гонки прошли на обновленной трассе на Экомаренах. За гонщиков болела моя коллега Христина Балабанова. Лучшие гонщики страны встретились на трассе на Экомаренах, чтобы показать свое мастерство. Финал чемпионата России по мотокроссу проходил два дня. В первой соревновали самые маленькие спортсмены 2013-2014 года рождения. Сегодняшняя гонка очень интересная, зрелищная. Особенно первый заезд, самые-самые маленькие были. Даже ему было интересно. В соревновании по мотокроссу приняли участие более 500 спортсменов со всей России и стран ближнего зарубежья. Гонщикам нужно было преодолеть трассу в 1600 метров. Заезд у каждого спортсмена был по времени, в зависимости от его класса. Минимальная – 7 минут, максимальная – 25 минут. После им нужно было проехать дополнительные два круга. В финал чемпионата открывали почетные гости. Каждый спортсмен в течение сезона вкладывал все свои силы и душу в то, чтобы быть на подиуме. Или приблизиться к подиуму. У каждого свои цели. То есть молодые спортсмены, они ставят задачу продвигаться по лесенке вверх к подиуму. Сегодня собрались самые сильнейшие спортсмены по мотокроссу. Надо понимать, что это уже финал, первенство и чемпионат России. Это уже, можно сказать, ребята такие чемпионы, которые являются чемпионами в своих зонах, в своих регионах. Гонка спортивная, молодежь участвует. Помимо этого в клубе «Найком Экстрим» огромное количество молодежи, которые занимаются этим видом спорта. Но сегодня проходит гонка среди профессионалов, поэтому наши любители, они будут присутствовать на зрителей. Стоит отметить отличные результаты воспитанников школы мотокросса «Техногородный Эком». Васьков Никита стал победителем в классе 65 кубических сантиметров, что позволило ему занять итоговое второе место в сезоне. Семен Рыбаков выиграл оба заезда в классе 125 кубических сантиметров и стал абсолютным чемпионом в итоговом зачете сезона 2023. Отметим также хорошие результаты челнинцев Романа Умбаракшина, Ранеля Шерифулина и Хасана Тухватулина. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке, которые для вас подготовила Лилия Гатина. А я, Эльмир Гайнудинова, желаю вам хорошего настроения и до новых встреч на нашем телеканале.